Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! В этом видео предлагаю вам отзыв и обзор книги Джек Уэлч и Сьюзи Уэлч «Победитель». Я вам напомню, что Джек Уэлч долгое время занимал пост генерального директора General Electric. И благодаря ему компания вышла из кризиса, который был внутри компании, провела оптимизацию своих активов. От некоторых активов они избавились, некоторые активы они купили, но они избавлялись от тех активов, которые были не профильные для этой компании, то есть не энергетические активы, а покупали энергетические активы, которые подтверждали название General Electric. О чем эта книга? Как создать благоприятную атмосферу в коллективе? Как повысить работоспособность своей команды? Как поощрять успехи служащих? Как правильно определять приоритеты? Как поддержать инициативу сотрудников? Как добиться поставленной цели? Да, в этой книге раскрываются ответы, даются ответы на эти вопросы. И эта книга могла бы быть хорошим настольным учебником для менеджера. Но, к сожалению, одно дело — это американский опыт, а другое дело — это российский опыт. Возможно, где-то в филиалах зарубежных компаний или в крупных российских компаниях эти советы могли бы быть полезными. Но, к сожалению, как мне кажется, опять же, у меня нет большого руководящего опыта, я могу сказать, что более половины этих советов надолкнутся на непонимание со стороны сотрудников. Или, скажем так, сотрудники будут злоупотреблять добротой и благожелательностью со стороны старших менеджеров. Далее. Давайте еще поговорим об этой книге. Книга достаточно объемная. Она изложена на 440 страницах. И включает следующие части. С чего все начинается. Часть вторая — ваша компания. Часть третья — конкуренция. Часть четвертая — ваша карьера. И последняя, заключительная часть — это уточнение некоторых деталей. Джек Уэллш рассказывает о задачах и ценностях, искренности, диверсификации, право голоса и чувства собственного достоинства, о руководстве, о найме работников, об управлении людьми, о том, как надо расставаться, о переменах, об антикризисном управлении. То, о чем я говорил выше. То, что когда компания столкнулась с кризисом, когда прибыль упала, то пришлось решать вопрос о том, какие подразделения компании приносят прибыль, какие подразделения компании не приносят прибыль, и провести, скажем так, оптимизацию. Или, возможно, какое-то подразделение компании не является профильным для компании, а оно требует, допустим, ресурсов для того, чтобы поддерживать его работоспособность. Далее. В книге также рассказывает о стратегии, о составлении бюджета, о росте, о слияниях и похвачениях. Вот то, что я, опять же, выше говорил о том, что когда они покупали какие-то маленькие компании, которые занимаются смежными вопросами с их основной компетенцией в области General Electric. 6SIGMA. Популярная методика для контроля качества продукции. Применение 6SIGMA позволяет улучшить качество продукции и снизить брак. Далее. Правильный выбор, рассказывает Джек Уэлч, о правильном выборе работы, о продвижении по службе, о болевых точках и о балансе между работой и личной жизнью. Одна из тех книг, которые рекомендуется читать тем, кто учится на курсах MBA, это Master of Business Administration, магистр делового администрирования, а также для тех, кто хочет узнать, как управляются большие бизнесы. К сожалению, я в большом бизнесе не работал. Максимум, где я работал, это была маленькая компания на 20-25 человек. Там все на виду, поэтому понятно, кто работает, кто не работает. Благодарю вас за внимание. Это был обзор и отзыв на книгу Джека Уэлч и Сьюзен Уэлч «Победитель». Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления, поставьте на колокольчик все уведомления, чтобы получать 100% уведомления о новых видео. Всего вам доброго и до новых встреч.